Я попытаюсь пошутить, таможня дает добро и на наш эфир в том числе, потому что именно о таможне мы сейчас и будем говорить в прямом эфире. 737-7310, телефон прямого эфира. Очень сумбурный, эмоциональный и информационно насыщенный день. И вот он продолжается таким эфиром, потому что я более чем уверен, а мой гость Виктор Бересенко, наверное, подтвердит, что так или иначе каждый из нас связан с таможней. С контрабандой, конечно, нет, а вот с таможней, ведь правильно? Каждый из нас связан с таможней. Добрый вечер, да. Добрый. Вот, однозначно говорит, да. Мы действительно будем говорить о таможне, о том, что сопровождает таможню. Тем более, таможня стала сегодня не только информационным поводом для журналистов, так или иначе, честно или не очень, выполнять свои профессиональные обязанности. Но это тема другого разговора, хотя об этом тоже, может быть, поговорим. Тем не менее, что меняется на таможне? Юлия Марушевская стала главой Одесской таможни. Происходят ли изменения? Какие эти изменения? Правда ли, что в Одессу ставят людей, которые занимались контрабандой спирта и сигарет Приднестровья? Это цитата. Цитата от 14 сентября 2015 года. Это интервью Face News. Виктор Берестенко, глава профсоюза экспедитора в Одесской области. Два месяца назад Виктор говорил об этом, сейчас мы уточним. Изменилась ли ситуация? Еще раз добрый вечер. Итак, в Одессу ставят людей, которые занимались контрабандой спирта и сигарет Приднестровья. Правда ли это на тот момент, сентябрь нынешнего года? И что произошло сегодня? И происходит ли? Или реформы только имитируют? Это была заявленная пресс-конференция, я тоже ее буду цитировать. Совершенно верно. Вы процитировали, что это правда. И, к сожалению, это правда, насколько я знаю, на сегодняшний день, что до сих пор эти люди работают на должностях. Которые, с моей точки зрения, были поставлены исключительно для того, чтобы организовывать и прикрывать схемы быстрого обогащения, так называемой контрабандой сигарет и спирта через Приднестровскую границу. Потому что, по моей информации, за вывоз контейнера с сигаретами с территории Одесского порта Ильичевского и запуск его на территорию Приднестровской Молдавской Республики сумма взятки доходила до 150 тысяч долларов за один контейнер. То есть не нужно играться со всякой подменой товаров, занижением. Это тоже одна из схем подменных товаров. Это одна из схем, которую, я надеюсь, мы затронем позже, потому что у меня есть данные, которые сейчас происходят. И люди, почему я так заявил, потому что это те люди, которые эти схемы организовывали и воплощали в бытность руководства таможни господина Калетника, которые этим занимались. И недавно были задержания на Приднестровской Молдавской границе, не помню, там и со спиртом, что-то в таком роде. Абсолютно верно. И люди работают пока что те же. Вот вы говорите об этих людях. Одна из фамилий Арефьева, она прозвучала по всей стране, но я о другом. Именно в этом блоке своего предыдущего интервью этому изданию вы говорили о коррупционных схемах. Какие сегодня схемы существуют на таможне? Потому что о них знают все, наверное, кроме наших телезрителей. Говорите. Давайте о подмене, да? Я думаю, что наши телезрители тоже знают, просто в большей или меньшей степени. Сейчас с уходом госпожи Арефьевой, хотя я не знаю, числится она на должности или нет. Тут, да, ситуация такая ясная, что она такая мутная. Да. Юлия Марушевская заявляет, что она там, я видел интервью в розыске, вроде как, находится с нашим губернатором. Одну информацию заявляли. Господин Насиров говорит, что она ни в чем не виновата. По факту я не знаю, где она и чем занимается. Но, тем не менее, те руководители структурных подразделений, которые были назначены вместе с Арефьевой, до сих пор сохраняют за собой свои должности. И хочу отметить, что номенклатура, то есть начальников таможенных постов и заместителей госпожи Марушевской может назначать не Марушевская, а может назначать глава службы, то есть господин Насиров, который, к сожалению, до сих пор отдал, по моему убеждению управления таможенной системой, куму господина Калетника, товарища Романенко, который эти схемы с подменой товаров, о которой вы говорите, воплощает сейчас, но уже не в Одессу, потому что не в таком объеме, не к сожалению, я думаю, имеет место быть еще в Одессе, но весь основной грузопоток такого формата ушел работать в Киев. Кстати, вот этот заголовок о том, что одесские таможенники бегут на работу в Киевскую область, соответствует действительности, с чем это связано? Ну, как правило, должен быть какой-то пастух у этих товарищей, пастух был всегда руководителя какого-то подразделения, но я думаю, что госпожа Рефева вступала в качестве вот этого товарища. К сожалению, сейчас для них, к сожалению, для нас к успеху Юлия Марушевская не будет заниматься, и я надеюсь, что будет противодействовать всяким проявлениям, такого рода проявлениям с подменой товаров, и здесь некому это все крышевать, некому организовывать, некому идти договариваться. Но в подтверждение вашей информации, вашей цитаты хочу довести, вот у меня аналитическая записка с информацией о том, как грузы уходят в Киев. Допустим, декларируется контейнер с обувью в Киеве, в Одессе, который выезжает растамаживаться в Киев. В Киеве растамаживается всего 15% обуви, а 65% растамаживаются рукавички, подошва, номера деклараций, номера контейнеров есть. Недопоступление в бюджет Одесской области, если бы они здесь растамаживались, и здесь все было бы законно, так как здесь схемы не работают, 371 тысяча гривен. Следующий факт, вместо одежды декларируется всего лишь 30% одежды, 70% резиновых хозяйственных рукавичек. Недопоступление в бюджет порядка 400 тысяч гривен. Дальше, место ткани, 100% контейнера с тканью, который выезжает из Одессы по документам, ткань, он в Киев приезжает, и декларируется 14% ткани, 86% ниток синтетических. Занижение на 173 тысячи гривен. То есть, это все к чему? К тому, что все эти схемы с уходом команды, которую мы с вами периодически вспоминаем, ушли эти схемы за ними. И, возможно, люди, которые пытаются уйти в Киев, им здесь нечего делать. Они здесь будут жить на какие-то чаевые, если они будут своим качеством стимулировать субъектов, чтобы получить какую-то благодарность. Потому что, будем честны друг перед другом, не может инспектор сейчас существовать, как и любой другой госслужащий на зарплату в 2 тысячи гривен. Но вопрос в том, как он будет получать эти чаевые. Либо он будет осуществлять давление, либо он будет своим сервисом и попытками помочь субъекту не злоупотреблять, а там задержаться и подождать какой-то документ. В общем, не ставить палки в колеса. Возможно, вот таким образом они сейчас будут работать, выживая. А товарищи, которые уходят с Одесской таможни, не привыкли получать, если вы видите, что только на одном контейнере экономия 370 тысяч гривен. По моей информации, дополню, вот такая схема работы была предложена госпожой Рефевой субъектом. Режем 30%, разницу 50 на 50. То есть, не знаю, какая сумма, но тут даже больше, чем 30%. Я буквально на одну реплику сейчас скажу. Те суммы, которые вы называете, они, конечно, режут слух для нас, обычных журналистов и наших телезрителей. В советское время эти статьи назывались подрасстрельными, потому что это хищение в особо крупных размерах. Но вопрос в другом. Об этом же знают, наверное, опять-таки, вы были правы в начале программы, буквально дети в детском саду. В Одесском точно, теперь и в киевских детских садах. Задам вопрос на Руси, что делать дальше. Об этом все знают. В чем вот камень преткновения? Почему государственные органы власти между собой не договорятся? Только ли причина в деле же денег? И вообще, выход из ситуации есть, потому что, по большому счету, послушав вас, надо сложить вам свои аналитические записки, мне свои вопросы, выйти из студии и сказать, все, таможни нет и таможни не у нас. Какой выход из ситуации, вопрос, конечно, очень такой серьезный. И интересный, и риторический отчасти. Я понимаю. Я предложил, когда меня спросили, какое твое мнение, как навести быстрый порядок в рамках полномочий руководителя Одесской тиможни. Три вещи. Импортерам и субъектам, которые законно осуществляют свою деятельность, дать абсолютно зеленый свет, в 15 минутках декларируются. Второе. Тем субъектам, которые, к сожалению, у нас есть такие, так называемые, площадки, с которыми не может справиться таможня. Она не может запретить им оформлять грузы. Но она может заставить их честно оформлять грузы. То есть, оформлять 100% ткани, которая там задекларирована, это второй момент. Притом, всем равные условия. Не так, как у нас одним, образно серым, это серые импортеры. Дать возможность оформлять вместо ткани нитки, да, не доплачивая полмиллиона с контейнера, другим наоборот. И третий, для того, чтобы второй пункт соблюдался, конфисковывать грузы. Только не на территории порта, а после того, как он будет оформлен. Вместе с таможней, с инспекторами таможни, которые его оформили. Скажите, пожалуйста, вы делаете довольно резкие заявления в отношении таможенной службы, как таковой. Что происходит вообще? На вас реагируют, как минимум, да, или нет? Или то, что вы называете имитацией реформ, продолжается и дальше? Опять-таки, имитация реформ была во всех государственных структурах на протяжении периода независимости в нашей новой истории. Ну, и таможня не исключение, к сожалению. Я хочу отметить, значит, имитация реформ идет на уровне центрального аппарата. Значит, госпожа Морушевская за три недели своей деятельности, вот мы написали такой план, да, всех проблемных вопросов, которые у нас периодически возникали, и оформление, и стоимость, и т.д. и т.п. Ни один начальник из этого плана не решил там и 10%. За три недели в рамках своей компетенции, со своим пониманием вопросов, ну, уже порядка половины вопросов решены. Это и упрощение процедуры, это и этот меморандум с 30 странами, который реально имеет место. Я думаю, что сарафанное радио скоро сработает уже, когда пойдет информация, что на деле можно оформляться быстрее. И по поводу правоохранителей, которые писали заказные абсолютно письма в порт для того, чтобы здесь осуществлять давление на субъекта. И минимизация расходов, связанных с таможенным оформлением грузов, когда у нас власть имущие товарищи сначала создавали проблему, а потом за деньги эту проблему решали. Поэтому она сейчас пытается и со своей командой заложить, вот, ну, пока это не системное, но я думаю, системные изменения будут после ввода в работу новой зоны таможенного контроля, нового терминала на Морвове. Это новый сервис, который уже представлен фактически, да, на таможне? Еще не представлен, я не в нем презентации, о нем говорят, да, который будет сводиться к тому, что никаких посредников не должно быть. Все досмотры, взвешивания, манипуляции с грузом, которые сейчас происходят за наш счет, за счет потребителей, будет делать таможня за свой счет, даже если там ничего не нашли за счет таможни, нашли, значит, за счет субъекта. И это будет максимально просто, сокращенно, и, то есть, поломать должен быть поломан стереотип вот того, что таможня это не товарищ в форме с палкой, который уничтожает и бьет бизнес, а это служба сервиса, которая помогает бизнесу оформляться. Ну, скажу избитую фразу, да, как это происходит в цивилизованных странах, да, у нас еще вот этот советский рудимент, он остался. Смотрите, я опять-таки буду ссылаться на интервью двухмесячной давности. Вы говорили о том, что, не знаю, сколько точно цитату коллеги приводят, что в Кабмине всем нужно закрыть рот и делать то, что им говорят грузины. Изменилась ли ситуация? Ваше мнение, стало ли прежним? Опять-таки, вокруг Одесской таможни очень многое происходит на эмоциональном уровне. И самое главное, на уровне информационных вбросов, да, все, что плохо привязывается к команде Саакашвили, я сейчас не даю никакую оценку его работе. Все, что хорошо, это, кстати, ну хорошо пока не очень-то много, да. Ну давайте, комментируйте. Я хочу сказать, я комментирую, я отвечаю за эти слова, правда, они вырваны из контекста, но это слова мои, да, и я считаю, что до сих пор, к сожалению, мне стыдно, что наши товарищи, которые сидят в Кабмине, и мы сами знаем, каким образом они туда пришли, они абсолютно не только ничего не делают, но они дают возможности сделать это людям, которые, во-первых, имеют опыт реализации разрешения всех этих проблем у себя в государстве, и второе, делают все для того, чтобы у них ничего не получилось. Вот я хочу эту информацию подтвердить фактами, касательно таможни и наполнения бюджета. Господин Насиров ездил на прошлой неделе во Львов и хвастался, ходил по дороге, которая построена за счет сверхпоступлений от планов, которые ему поставила, которые поставила Львовская таможня, перевыполнение планов, да. Для чего это сделано? Он в упрек того, что, мол, Саакашвили, у тебя и твоя таможня, у тебя все есть, а где же деньги? Где же деньги на строительство? При том, что величину планов, сколько должно собрать таможня, ставит Насиров. И параллельно он продолжает делать вот те вещи, не зная осознанно, либо неосознанно, при которых стоимость растаможки груза, не из тех 30 стран, которых подписала Марушевская меморандум, в Одессе растамаживать дороже. В 2-3 раза дороже, чем в Киеве. То есть не 2-3 процента, а даже не 20-30, а 2-3 раза. Например, в Херсоне 77 центов, в Киеве доллар 10, в Одессе 2.50. В 2 с лишним раза. Почему? Это на самом деле происходит очень просто. Выявить специалисты это знают, наши правоохранители знают, служба безопасности, прокуратура. Я уверен, что знают обу госадминистрации. Но я думаю, что она сталкивается и господин Саакашвили с, знаете, он наивно надеется, что он дал четкую характеристику. Те напесточники, которые ему что-то обещают, в очередной раз с ним играет в игру. И в итоге сделают так, чтобы опять где-то поставить по 2. Это касается и выделения денег на строительство терминала, зоны таможенного контроля. Это касается и поступления в бюджет. Это касается, и сейчас будут постановочные, может вы обратили внимание, касательно задержания автомобиля с транзитными палетами, в котором нашли они акцизные марки. Вот это все сейчас будет, пиар, черная пиар-компания как-то работать, куча информации касательно компетентности. То есть все для того, чтобы здесь ничего не получилось. Хотя я хочу с вами поспорить. Возможно, у нас завышенные ожидания от губернаторства, от того, что он просто очень много обещал. Виктор, давайте так, спорить мы не будем только по той причине, что с назначением Саакашвили у меня был сдержанный оптимизм, и я об этом говорил. Но это тема другого разговора. Я просто хотел отметить, что нам стоит обращать внимание на то, что он за свое губернаторство сделал в сжатые сроки и центр админуслуг, и общественную приемную. Я думаю, что мы можем так перечислить достаточно много чего нету. Ни одного любого предыдущего. Скажите честно, то, что вы говорите, я понимаю, что это правда, подкрепляете документами. Вы сейчас надеетесь на те изменения, которые вполне вероятно могут быть, только благодаря тому, что здесь сегодня есть Саакашвили. Если завтра он уйдет, я не знаю, на какую-то другую должность, уедет обратно в Грузию работать, с вами не закончит, с вашим профсоюзом, с вашими разговорами, придут Носировы на региональном уровне, и канал-то не закроют, не получится, но, скажем так, будут определенные проблемы в том числе. И об этом никто не скажет. Славик Шустер тоже так говорил у себя в студии, а сейчас он в дорогом пакете кабельных каналов. Не знаю, связан Носиров с этим или нет, но проверки, я думаю, что он организовывал. Постоянно идет травля, госпожа Арефьева там говорила, что я 2 тысячи долларов получаю за каждую свою статью. Слушайте, у вас хороший гонорар. Хороший, да. И надо было на меня находить все, чтобы чем-то меня как-то очернить. Но если у них не получается... Ну, послушайте, мы Януковичу от своего профсоюза писали телеграммы, где описывали полностью взятки, которые куда идут, калетнику, не калетнику, сколько получает СБУ, сколько получает прокуратура. Но вопрос же, у них нет понимания. Они привыкли, что общественники занимаются своей деятельностью для того, чтобы дорваться кормушке. И когда там были какие-то предложения от них, у них было непонимание, почему я отказываюсь. Разве ты не эту цель преследуешь? Ну, вози себе 50 контейнеров в месяц, или оформляй их, или еще что-то, и получайся спокойно. Нет, нет, друзья, нужно делать системные изменения и менять процедуру, потому что после нас здесь будут жить люди. Еще один момент, вы отчасти о нем сказали. Это план, да. Я не знаю, по какой дороге ходил Насиров, но я так понимаю, что это действительно якобы деньги пошли от перевыполнения плана. Это все равно, что давать план милиции, как это было до недавнего, что надо задержать столько-то наркоманов, там преступников, с другими статьями. В Украине сколько процентов пополнения бюджета от фискальных служб идет в бюджет? Где-то, по-моему, процентов 50, да? Это тоже, по-моему, ваша цифра. Значит, смотрите, я говорил процентное соотношение поступлений бюджета фискальной службы. То есть у нас бюджет фискальной службы пополняется образно 50% собирается от таможни со штатом 11 тысяч человек, и остальные 50% от налоговиков со штатов 40 тысяч человек. Почувствуйте разницу. Да, и при том, что в экономически развитых странах никаких планов от поступлений таможни нет. Но как можно спрогнозировать, сколько бизнес будет торговать, заниматься импортом? Но есть ли на которые регулируют все эти поступления? Конечно, это первое. Второе, в экономически развитых странах поступление бюджета от таможни составляет мизерную долю 3-6%, 10%, но никак не 50%. И еще, вот классический пример. У вас в месяц 10 машин пересекают границу, план 10 тысяч долларов. Завтра одна машина. Вы с него возьмете не тысячу, да? То есть с 10 по тысяче, а с одной 10 тысяч. Вот примерно такой вот подход, не примерно, а такой же подход работает у нас сейчас и в других таможнях. Я надеюсь, что вот этот стереотип госпожа Марушевская с нашей помощью, с нашей, с вашей... Я сейчас попробую развить вашу мысль по поводу 10 машин в первый день и второй, одной машины на следующий, да? А сумма не меняется. То есть фактически и в первый, особенно второй день, когда проходит одна машина, а не 10, сумма остается прежней. Каждый из нас, наши уважаемые телезрители, должны все равно покрыть эту сумму, потому что в план мы тоже вносим определенные деньги. То есть на нас это сказывается. Да, я говорил, я хочу еще отметить, упомянуть нашего премьер-министра, который сделал постановление 724, о котором ввел вот цены, да, вот эти планы, он пытался узаконить. Они с Носировым играли в такую грязную игру против, я считаю, облгосадминистрации. Они повысили планы поступления, эти планы с бюджета там выдирались, как это происходит. И параллельно он говорит, что они социальные выплаты увеличивают, пенсии и так далее, и тому подобное. То есть что происходит фактически? Бизнесмен закладывает эти расходы на стоимость товара. Фактически они делают, что делают стоимость товара на 10 гривен дороже в магазине, но параллельно дают одну гривну пенсионеру, либо там учителю, и говорят, смотрите, какие мы хорошие. Таможня сделала план, и мы подняли поступление в бюджет. На самом деле они с одного кармана взяли 10, в другой карман положили гривну и сказали, что они молодцы. Такая ситуация происходит, сожжение. Я сейчас обращусь к нашим телезрителям. Уважаемые мои дорогие телезрители, мы уже проводили с вами социальный эксперимент в течение двух лет. Я пытаюсь добиться хотя бы от одного одессита правды в том, что он никогда не давал взятку или не получал взятку. Вот с ноября 2013 года ни одного звонка на эту тему не было. Сейчас задам другой вопрос. Нравятся ли вам ваши пенсии, ваши зарплаты? И почувствовали ли вы, что таможня дала добро? Повысила свои доходы, соответственно, у вас увеличились зарплаты, увеличились пенсии. Вот кого это радует, кто это действительно ощутил, позвоните и скажите спасибо Арсению Петровичу и господину Носерову. Возвращаясь к таможне, я понимаю, что давление Киева на Одессу будет продолжаться. Выстоит ли таможня? Да, потому что региональный орган не может поменять общее правило игры. Это если мы говорим о том, что реформы могут остаться имитацией и система не изменится. Система съест тех, кто имитирует, вернее, кто пытается сделать эти реформы. Вот как, когда руки будете складывать, скажите, все надоело, не могу. Не будем мы складывать руки, пусть они складывают руки. Но вопрос в том, за сколько времени и какой ценой мы добьемся этих реформ и какие они будут, какие будут системные изменения. Либо мы сразу поломаем, либо, ну, я приведил пример касательно системных изменений. Уйдется Акашвили, Марушевская, здесь вернется все назад. Вот сейчас верните гаишников на дорогу после полиции. Я думаю, что не сейчас, а через несколько там, полгода, когда уже... Ну, сейчас еще, да. Да, еще переходной. Когда уже все будут в штыки, в стопор воспринимать общество этих гаишников, которые будут выбегать из кустов с радарами и говорить, вы превысили там непонятно что, а ну дыхните. Так это же будет не воспринято. Вот так же нужно сделать и в других сферах, да, когда ты сначала покажешь, что ты человек, и государство это твое, ну, в Европе, в Америке, это так построено. Такие отношения государства с гражданином. Гражданин и его права это превыше всего. И когда ты поймешь, что можно оформляться быстро, не платить взятки, то ты уже не так будешь воспринимать. У нас, к сожалению, слабая вера у самого общества в перемены. И это проблема номер один, точно так же, как у нас в движении нет коррупции, да, когда все сказали, да, не будем платить, потом там с одного процента стало три, потом поверили пять, потом поверили тридцать, сейчас уже, ну да, вы были правы. А никто не верит. Все хотят просто поговорить, ничего не сделать, но получить хорошую пенсию, получить хорошую зарплату и так далее. Но в целом это все в рамках полномочий исполнительной власти нашего Кабмина и того вотума доверия, который у него был, и я думаю, что сейчас, к сожалению, больше эти реформы, они не будут приятны. Для того, чтобы получить такой продукт, нужно сделать неприятные вещи. В любом случае, я понимаю, что то, что происходит сегодня в Одесском регионе, не воспринимается, я так помягче стараюсь сказать, на высшем уровне. И вот эти политические, это даже не склоки, это политическая борьба, она, к сожалению, ведет немножко не ту сторону, которую нам бы всем хотелось. С другой стороны, это тоже ваша цитата, мы выходим на финал программы, что в Украине созданы условия, при которых субъекту лучше и выгоднее заплатить государству. Меньше, но дать при этом таможню и взятку. Так это и есть. Так вот это на примере мне звонят вчера субъекты и жалуются, видя, тут были белые импортеры, но сейчас им в Киеве дают такие условия, при которых им легче потом в суде, либо там взяткой решить вопросы закрыть свои там махинации. То есть вот о чем сейчас я говорю. Сейчас идет опять вот по этой теме, по этой ситуации откат. Виктор, у меня тогда вопрос, я процитирую старый анекдот, не прошу его понимать буквально, где говорят, что надо изменить, дабы ситуация улучшилась, расстрелять взяточников и покрасить Кремль в зеленый цвет. О первом уже не говорят, спросили, почему Кремль, почему зеленый цвет, да? Так что легче сделать? Пункт один выполнить? Было бы желание, знаете, и воля. Можно всего добиться. Вопрос еще раз говорю, какой ценой? Сколько людей еще? Ну, я не буду углубляться, да, просто мне это очень неприятно и есть определенные точки невозврата и для себя понимание того, чего ты хочешь и с кем ты рядом не пойдешь, и как ты будешь действовать, не будешь принципиально поступать, бороться, не брать и так далее. Ну, я поддерживаю слова вашего анекдота. Первая фраза, это фраза послания нашему кабинету министров, который пусть слезет и пойдет в регионы и посмотрит, что происходит. Я сегодня был в порту, я пообщался с субъектами специально перед вашей программой. Ситуация, вот в СМИ реально идет нагнетание ситуации. Компания против Марушевской, против Саакашвили пошел, увидел, сейчас пойдет сарафанное радио, что такие, да, тут можно работать, можно оформляться, пойдет в регионы. Я думаю, через месяц, через два, если дальше будет в таком же, как минимум в таком же темпе работать и будет выполняться хотя бы на 50% декларации нашего кабина, мы сможем доказать и быть привлекательными, привлечь в себе грузопотоки, потому что одно дело сказать, другое дело сделать. И когда увидят на деле... Спасибо вам огромное. Вот честно скажу, что я думаю, наш коллектив вполне может и будет гордиться, если эта ситуация изменится в ту сторону, о которой вы говорите, то есть легче станет каждому из нас, нашим телезрителям, что мы об этом говорили так, как оно есть на самом деле, без купюр. Спасибо огромное. Виктор Бересенко был гостем нашей программы. Через несколько минут вернемся в эту студию, будем работать как всегда, как обычно, в прямом эфире. А вам спасибо, удачи, терпения, будем помогать. Всем нам. Спасибо. Всем нам однозначно. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»